Он был рожден, чтобы сказку сделать былью. Виктор Петрович Земец почти 20 лет был генеральным директором авиационного завода. При нем в воздух были подняты легендарные самолеты Ту-154. Предприятие выпускало рекордное количество машин, а количество сотрудников достигло 28 тысяч. Он очень много внимания уделял производству. И помимо того, он еще и не забывал о работниках, которые в производстве в этом работали и приносили пользу. В общем-то, да, такой человек был неравнодушный, я уже говорил, неравнодушный и незаурядный. Но не даром же он почетный гражданин города Куйбышева. Виктор Земец – это целая эпоха. Кроме производства самих самолетов, он строил жилье для работников завода, детские сады, лагеря и базы отдыха. Именно он решил построить дворец спорта на Безымянке, а также откликнулся на предложение восстановить поднятый из карельских болот самолет Ил-2. Виктор Петрович был один из тех людей, что называется, столпы истории, столпы города. Благодаря ему, благодаря ему в том числе и таким людям, город получал новые толчки в развитии, новые толчки в строительстве, в производстве, в процветании Самары. И сегодня мы вспоминаем Виктора Петровича, его деятельности, те большие вещи, которые он внес в развитие и развитие Самары. 17 апреля будет 100 лет со дня рождения Виктора Земеца. Теплые слова о нем прозвучали от тех, кто его знал и от тех, кто считает себя его последователем. В память о Викторе Петровиче родственники, друзья и коллеги возложили цветы у его дома. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.